Всем привет! Вы на канале Семья Хомченко. И вот у нас наступила осень. Томская золотая осень. Ну, поехали посмотрим, какая у нас осень. Осень в Томске – одно из моих любимых времен года. Именно с осени в 2009 году началось мое знакомство с Томском. Осень – начало нового студенческого года, когда город оживает. Осенью начался роман с Анастасией. Поздней осенью появился наш Степан. Осень в сибирском городе может быть сказочно красива, если не будет дождей, но также может быть серой и дождливой. Томская осень, она всегда непредсказуема. Может быть сухое тепло, а может постоянно идти дождь. Хоть я и очень люблю спать, особенно спать в выходные, теплые дни, всегда очень грустно просыпать. Поэтому в воскресенье мы отправились погулять по лагерному саду. Сейчас будет вставка с красивыми осенними пейзажами. Наш Степан очень рвался побыстрее поехать на лагерный сад. Но когда приехал, кто-то как обычно загрустил, и вот сейчас сидит, лопает чипсу. Дашь мне одну чипсу? Кто-то выходит насладиться природой, а у нас опять съемки. Вот здесь сейчас будет. Два месяца дома? Анастасия, ты уже от Таиланда отошла? А, уже даже загар отошел. Уже даже загар отошел. У вас-то до сих пор там видео Таиланда только закончились, а мы уже два месяца дома. Поэтому для нас видео, которые выходят на ютубе, они даже для нас уже смотрятся дико, да? Пора в новое путешествие. Ты готова? Я всегда готова. Путешествие по Томску. А теперь папа. Надо сфотографироваться, да? Мы уже сделали одну фотографию. Сейчас у нас появится наша фотография. Сегодня тут так много людей, что даже сфотографироваться не получается. Как хорошая погода, сразу все выбежали. Сейчас у нас началось так называемое бабье лето. Середина сентября. Не знаем, в октябре будет или нет еще тепло, поэтому ловим теплые деньки, которые продлятся. Буквально там 4 дня нам обещают тепла, а потом будет опять дождь. Вот вышли наконец-то с семьей погулять в выходной. Сегодня много людей вышло на прогулку. Сейчас ехали, прям очень много людей гуляет по городу. И здесь в лесу ходят, ходят, собирают всякие листья. Получается, что с последнего влога прошло уже практически 2 месяца. И так, как обычно. Ты только наберешь силы для съемки влогов, там проходит 2 месяца, и ты даже начинаешь уже снова стесняться камеру. У тебя такого не бывает? Нет. У тебя такого не бывает? Нет. Вообще нет? Ты уже прям привычная? Да. Ничего себе. Хотели спуститься вон туда вниз, посмотреть, что там на реке, но сегодня концерт. Степа у нас не любит громкую музыку, поэтому придется нам искать дальше, где-то где сесть, поесть булочек вкусных. Дальше у нас вход в Нарнию. Такой поворот весь желтый, в красивых листиках, кустиках. Сейчас пойдем туда. Мы уже спустились вниз. Идем не по центральной части, а немножко вбоку шли. Концерт остался вон там. А мы спускаемся вниз, по другой стороне. Очень красиво на лагерном осенью. Да вообще, в принципе, в Томске осенью красиво. Честно, не знаю, удастся ли нам показать, какой Томск красивый осенний, потому что с погодой дела стоят очень плохо у нас осенью. Прогулка по лагерному саду это всегда как будто бы еще и физкультура. Да, Анастасия? Да. Жалко, что мы сюда добираемся два раза в год. Один раз зимой, один раз летом. Если повезет осенью. Раньше мы жили здесь рядом и ходили довольно часто. Чуть ли не каждый день. В этом году мы на велосипедах здесь покатались. А потом ты не захотел покатиться. Почему не захотел? Лето закончилось. Ага. Тебе предлагали летом. Просто лето закончилось. Хорошо. Прогулки по Томску наше любимое занятие. У нас уже накопился целый плейлист с прогулками по Томску. Смотрите в описании. Лагерный сад и стадион Политехник прекрасное место для прогулок осенью. Здесь всегда тихо, здесь особая атмосфера, шелест листьев под ногами и только ты наедине со своими мыслями, далекими от суеты города. Субтитры создавал DimaTorzok вот мы и выбрались на осенний пикник. Да? Да. Последний раз так мы выбирались на лагерный, на осенний пикник. 3 сентября. Года 4 назад. Нет, не прошло. 2 года назад. Фотки сейчас появятся? Или не появятся? Нет, у нас не было стола пикника фото. На телефоне-то были? Ну, были, да. А вы любите ходить на осенний пикник? Конечно, уже земля прохладненькая, да? Ну, долго не будем сидеть, немножко посидим. Все равно сегодня погода прям хорошая. Да. Не будем переменять. Выключить сходить? Зачем? Можно мне чипсу? Все, я для тебя же соску купала. Там не борт водички обычные, такие газины. Булочки что-то дать? Да. Польша, не чипсы. Ну, вот, а то говорите Таиланд, Таиланд. О, лагерный сад. Хорошо. А ты же сам не захотел там, где концерт, идти на реку? Мы в другом месте сходим. Там не сильно было громко. За то время, пока мы не показывали вам нашу жизнь, нас застал сезон дождей. Как это ни странно, не в Таиланде, а в Томске. Мы приехали, и как раз в августе у нас шли постоянные дожди. Нам не удалось не сходить на летний пикник, не удалось, хотели мы на велосипедах прокатиться, потому что постоянно шел дождь. Что еще мы не сделали? Ничего не сделали. Несколько фотосессий у нас пропало, тоже летних. В общем, август был потерян. Сегодня так хорошо, что даже и не скажешь, что осень, да? Да, тепло. Осень выдает только то, что Степан в пуховичке маленьком. Он и в августе в нем ходил. В июне? Нет, в августе выходил уже леткий уже. Такое лето у нас попадяло. Там как будто в доме. Все, вот на этом месте мы были с тобой. Там папа был, приезжал, а мы сюда спускались. О, уточка плавает. Ну, ее просто под водой. Так ты ее не видишь хорошо. Вон. Ну-ка, расскажи, куда пришел, повернись. Степан, расскажи, куда пришел. На первую гору. Покажи, где она. В Молине. Каждая наша прогулка заканчивается этим. Или черная, или Белая гора. До этого мы были на Белой горе, сейчас мы подпудем к Черной горе. Здесь как будто у нас мы на вулкане. Вот такая красивая гора. Здесь камушков нету, мы не нашли. А это камни, получается, с Белой горы. Вот. Отличаются они цветом. Нет. Чего? Нет. Чего нет? Нет, что-то они не отличаются. Ну как, у тебя этот светлый, а сама гора черная. Да. Друзья, спасибо за просмотр. подписывайтесь на наш канал. Сейчас появятся QR-коды наших социальных сетей. Если вы хотите поддержать канал Семья Хомченко, вот QR-код нашего Сбербанка. Будем рады вам.